Глава 7. Подзаголовок 7. Водные ресурсы Израиля – основа его жизнеспособности. При решении проблемы должны приниматься в расчет не только ее стратегические аспекты, но и другие параметры, имеющие самое непосредственное отношение к национальной безопасности Израиля. Первостепенное значение в данном контексте имеет вопрос о контроле над водными ресурсами, без которых ни одно государство не может чувствовать себя жизнеспособным. Излишне говорить о том, что на Ближнем Востоке вода представляет собой огромную ценность. Израиль, а также его соседи – Египет, Сирия и Иордания – страдают от острого дефицита водных ресурсов. С каждым годом увеличивается разрыв между растущим потреблением воды и естественным восстановлением водного потенциала в нашем засушливом регионе. Особенно острое положение в этой области сложилось в Сирии, где даже в Дамаске подача воды иногда прекращается ночью на несколько часов. Для установления и поддержания истинного мира в регионе наши страны должны совместно заняться разработкой проблемы поиска альтернативных источников пресной воды. Если этого не произойдет, в будущем можно ожидать возникновения чрезвычайно острых региональных кризисов, связанных с нехваткой водных ресурсов. Примером такого кризиса может служить нынешний конфликт между Турцией, Сирией и Ираком из распределения вод Тигра и Эфрата – двух крупных рек, берущих начало в горах Восточной Турции. Шаги, предпринятые в последние годы турецким правительством, в том числе строительство плотин и осуществление планов мелиорации, вызвали возмущенную реакцию южных соседей Турции, но приемлемого для всех заинтересованных сторон решения данной проблемы пока не видно. Не менее 40% общего количества потребляемой Израилем пресной воды приходится на естественные подземные резервуары, подавляющее большинство которых расположено в пределах Иудеи и Самарии. Без этого источника Израиль окажется на грани катастрофы, поэтому территориальное решение, не принимающее во внимание проблему контроля над водными ресурсами, не может удовлетворить нашу страну. Какие здесь возможны варианты? Если важнейшие пресноводные резервуары окажутся под контролем враждебного Израилю государства, нас ожидают в скором будущем самые серьезные трудности. Так, например, Израиль может оказаться перед лицом «водного шантажа» со стороны палестинского государства. Кроме того, существует опасность загрязнения и засоления водоносных слоев, как вследствие их неправильного использования, так и в результате злого умысла. В этом случае мы можем столкнуться с опасностью возникновения эпидемий и, что самое главное, с необратимым отравлением важнейших резервуаров подпочвенных вод в Эр-Цесраиль. Здесь необходимо напомнить о том, что одним из видов оружия, избранным арабами в годы Интифады, были преднамеренные поджоги лесов. Саддам Хусейн был готов использовать в войне против США такое ужасающее средство, как преднамеренное загрязнение вод Персидского залива миллионами баррелей нефти-сорца. Таким образом, мы не можем исключить вероятность того, что ненависть к Израилю побудет арабов загрязнить естественные пресноводные резервуары Иудеи и Самарии или отвезти в сторону от нынешнего русла истоки Иордана. Кстати, первые диверсионные операции Фатха в 60-е годы были направлены против объектов всеизраильского водовода. Непреднамеренное отравление водоносных слоев может стать источником столь же серьезной угрозы для израильского водного хозяйства. Отравление может быть результатом заражения канализационными стоками, мусором, химическими удобрениями и промышленными отходами. Неисправные коллекторы и канализационные трубы могут пропускать токсичные отходы в водоносные слои долгие годы, прежде чем на это будет обращено внимание. Чтобы предотвратить эту смертельную опасность, требуется, с одной стороны, осведомленность о существующей проблеме, с другой – большие денежные средства, необходимые для наблюдения и ремонта. Даже большинству развитых стран Запада трудно осуществлять необходимый контроль за качеством окружающей среды. Ясно, что перекладывать такую серьезную ответственность на плечи бедного и враждебного Израилю арабского режима было бы непростительной глупостью. В этом случае Израиль очень скоро почувствует нестерпимый дефицит пресной воды, восполнить которой возможно только с помощью повторного захвата территории, переданной арабам. Приняв во внимание решающие факторы стратегической глубины и высоты, топографические условия, препятствующие вторжению с востока, а также проблему контроля над водными ресурсами, трудно избежать однозначного вывода – территория Иудеи и Самарии абсолютно необходима государству Израиля для обеспечения его жизнеспособности. К такому выводу придет всякий вменяемый и непредвзятый человек, который погожим днем поднимется на гору Бааль-Хацор в Самарии. Он сможет охватить взором всю страну от Иорданской долины на востоке до Средиземного моря на западе. Западная часть Эр-Цисраэль, то есть та территория, которая находится ныне под израильским контролем, представляет собой целостную географическую единицу, одна горная цепь, доминирующая над одной приморской равниной. Тот, кто пытается разделить эту землю на два нестабильных и нежизнеспособных государства с тем, чтобы потом защищать то, что защитить невозможно, прокладывает дорогу к будущей трагедии. Субтитры создавал DimaTorzok